Северная Салтовка. В этот спальный район Харькова продолжают прилетать вражеские снаряды. После интенсивных обстрелов россиян тут много разрушенных домов. Были повреждены магазины, аптеки. Герои нашего следующего сюжета с первых дней войны защищали Северную Салтовку. Они рассказали о боях за город и переломном моменте, когда противник понял, дальше дороги нет. Нас начали закидывать десятками, сотнями. Было такое, что я за один день насчитывал несколько сотен прилетов квадратом 100 на 100. Рядом с нами было здание. Забросили на него ФА-500. И 16-этажное здание рассыпалось. 24 февраля 2022 года в городе Харькове были непонятные обстоятельства. Что происходит? Благодаря нескольким чиновникам, которые объединили военных, которые и стали бетоном, которые не смогли оккупанты преодолеть и не преодолеют. Попросил командира батальона, чтобы он забрал к себе на Северную Салтовку. Там я был на должности пулеметчика. Там был самый первый прорыв, когда началась война в Харькове. Он был остановлен. И так же ждали. Мы уже в 8 утра были на позициях Северной Салтовки. Усиливали наших товарищей. С первых этих часов, это и до аты, мы уже понимали, что нас не одолеть. В Северной Салтовке было очень горячо. Даже сравнивая с 15-м годом, когда я был в Авдеевке, то мы видели там все, кроме авиации. А на Салтовке была авиация. Постоянно, 24 на 7, нас скрыли всем, чем только можно. Первые дни мирного населения было очень много. И мы им все время рассказывали, выезжайте, выезжайте. Там никакой военной инфраструктуры не было. Там только гражданское население. И постоянно разрушали и разрушали. Северную Салтовку просто стерли. Ничего не оставили живого вообще. Это были грады, это были ураганы, это были минометы. И дистанционное минирование. Из квадрокоптеров сбрасывали прямо на многоэтажки разного типа гранаты. Лишь бы покалечить. Они поняли, что не могут атаковать. Здесь были те части, которые были здесь в Харькове. И нацгвардия, и ВСУ, и территориальная оборона. Все были. По окружной заняли оборону. И информация туда к ним шла, что уже дороги сюда нет. Выходили танки, были танковые дуэли. Наши танкисты шеяли лоб в лоб с противником. Сбивали его, сжигали дотла. А он постоянно отступал. Подкрепление было, вооружение было разнообразное. И мы были готовы встретить врага с воздуха и с земли. Где-то окапывались. Но потихоньку отступили. Сейчас есть серая зона, и она держится. Такая орда, как Россия. Они как дикари. Постоянно с кем-то воюют. Постоянно пытаются кому-то что-то доказать. Делают это брехливо. На них кто-то там собирался напасть. Единственная их мотивация что-то украсть. Как-то обогатиться коврами там, туалетами, украшениями, одеждой. У них нет мотивации. Они не уверены в своих действиях. Они действуют хаотично. Набрасывают, набрасывают. Они бросали куда угодно. По домам, по полям, по гаражам. Единственное их преимущество, что их много. Но все рано или поздно заканчивается. Боеприпасы не главное. Главное, я считаю, патриотизм. Они за деньги, за непонятные идеи. Из-под палки, скажем так, они там сидят. И когда массово будет у нас чем их гатить, то они будут бежать оттуда очень быстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...